В Петербурге, Балт Анексим Банк, в это время руководителем комитета внешнеэкономических связей мэрии Петербурга был Владимир Путин. И он по работе, по своей, помогал ему иметь хороших клиентов в банке. Эти дружеские отношения сохранились на 20 лет. И дали дорогу, чтобы Прохоров не в тюрьме был, а вот набирался второй человек почти. Там они конкурируют с Лисиным и еще есть товарищи. Сотни миллиардов у них, люди, зарплата 5 тысяч есть, 7 тысяч, 10 тысяч, пенсия, голодают. Дети беспризорники, погибают, так сказать, выбрасывают свой закон, горят каждый день дома, взрывается газ, самолеты, теплоходы, преступность, проституция, детей вывозят, чтобы на замену органов. Вы понимаете, что происходит? Ваш президент был Путин, и за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Вот результат деятельности Путина. И дети вывезли не усыновление удощрения, на замену органов. Это для чего мы рожаем наших детей. И что? Трудно остановить, сколько раз в доме я говорил, прекратить вызов детей. Пусть плохой детский дом, но на родине. И никто не петройнцев ребенок. А я бы сказал, что Путину, ты зачем утопил космическую станцию, которая была еще хорошей? Ты почему убрал все военные базы? Куба, Корея, значит, Вьетнам. Ты почему лишил пролет и проезд американских натовских войск в Афганистан? Почему не говоришь правду про гибель подводной лодки КУС? АПЛОДИСМЕНТЫ Кто уничтожил шахтеров при Ельцине? Вы помните Чубайш, что сказал? Все шахты закрыты, все нерентабельно. Разогнали министерство угольной промышленности. Это сделал Чубайш. Враг номер один. Что сделал Путин? Назначил его министром нанотехнологий. До этого он разгромил РАО ЕС. То есть в чем проблема-то? Что вы говорите элита? Бандиты вокруг Путина. Олигархи, негодяи, преступники. Пятая колонна. Вы говорите правильно про героический труд шахтеров. Вспомните, кто из них сделал бомжей. И сколько погибло шахтеров. И до сих пор плавают штат. Шахта Распадская. Это ваше правительство. Не будем молчать. Вот вы можете молчать. В Курске вы молчите. Почему вы промолчали, что это америкации? Зорвали нашу русскую лодку и не одну. Вы продали наших моряков за 700 тысяч долларов. Вы, Ваш Путин. Ну признайте ошибку кадровой работы, что Чубайсон уже было давно выгнать. Кириенко. В этом плане вы говорите. Ну скажите нам правду, что американцы давят на вас. И вынуждают вас, чтобы не надо было нажимать на ядерную кнопку деньги России, хотя бы треть бюджета. Отправлять в Америку. В американские банки. Чтобы отсрочить финансовый кризис в США. Ну нам скажите правду, хотя бы в парламенте. Мы же ничего не знаем. Но деньги России уходят в Америку. И мы не хотим быть колонией Америки. В своей статье «Национальная политика» он всячески избегает понимания, что русские имеют право себя считать отдельным народом, который проживает на территории России. И все остальные пусть живут. Но всем такое право дали. Чеченцы, дагестанцы, ингуши, мордва. 27 народов имеют право иметь свое второе государство. Свой родной язык вторым государством. Иметь свою элиту. Вводить средневековые нормы шариата. И жить в рамках феодализма. Русским ничего не позволить. И в том, что ему не нравится лозунг. Хватит кормить Кавказ. Как это так? Вы тут так говорите. На Кавказе много безработных. Ребята молодые, горячие, с оружием в руках, приедут в ваши города. Это кто так должен говорить? Президент России и русского народа пугать 120 миллионов русским, что эти горные акреки снова придут в наши города, сожгут их, изнасилуют наших женщин и отберут наше богатство? Это президент страны. Главный раввин России Берлазар сказал, Столько, сколько сделал Путин для евреев, никто никогда в России не делал. Это самый лучший президент. И я согласен с ним. Но почему русские не могут так сказать, что Путин хоть чуть-чуть сделал для русского народа? Почему Даркина убрали? Что по состоянию здоровья зашкаливает криминал в Триморский край? Мы потеряли. Это сплошная бандитская зона. Там живет много честных, хороших людей. В чьих руках власть? Власть в руках криминала. Не только в Триморском крае. Тамбовская область. Московская область. Город Москва. Мэр Лужко. Указ президента. Отстраните должности по недоверию. Это что такое? Это криминал. Это бандитизм. Это коррупция. Я стану победителем. Он предсказал. Я второго человека, который получит после меня большое количество голосов, обещаю назначить председателем правительства третьего первым вице-премьера. Он же не говорит этого. Его уже задушила мафия. А Юлию все распределили. Ему не нужна оппозиция. Ему не нужна коалиция. И посмотрите, какую страну мы получили за 13 лет правления Путина. Ведь 4 года он мешал Медведеву. Медведев не мог управлять. И это 13 лет ложатся на него. Дети выбрасываются из зоны. Педофилии такой не было ни в одной стране мира. Зашкаливает. Коррупция зашкаливает. Значит, разводы зашкаливают. Мы везде на последнем месте. Вы можете понять? Везде. У нас только хорошее место к такому-то виду оружия. Везде в самом конце. И везде на первом месте. Самоубийство. Преступность. Коррупция. Люди уезжают. Деньги все уходят за рубеж. Сколько при Путине ушло за рубеж? Вы знаете? 254 миллиарда. Такого никогда не было. Ни при одном...